Гопник. Термин, которым обозначают людей низкого социального статуса, малообразованных и не имеющих моральных ценностей. Теперь люди думают, что мы на всю голову отморожены. А раньше не думали. Раньше думали, что мы не на всю голову отморожены. А теперь думают, что на всю. Это люди, которым плевать на всех и всё. Они уважают только силу, поэтому сильных не трогают, предпочитают нападать на тех, кто кажется слабее. А ты самая клевта. Шутишь? О, он не самая. Гопники есть в каждой стране. Кроме России. Потому что там у гопников есть целая страна. А я ещё понял. Я ещё понял, пацаны. Сейчас у кого силу, у того всё. Кто может сломать, того бояться. Давайте откроем матрёшку и посмотрим, как маленькая криминальная субкультура в России разрослась в целую государственную систему. Классический гопник в кепке, спортивном костюме с барсеткой и семками из нулевых вырос. Теперь кто-то из них носит дорогие костюмы, кто-то казённую форму. Вопросы решаются уже не на картонах, но всё так же по-пацански. Условно гопников в современной России, которые вышли из подворотен, возмужали и зашли в кабинеты, можно разделить на несколько категорий. Гопник-бизнесмен. Отличительная черта. Плевать хотел на всех, у кого меньше бабла. Питается бизнесом, который может отжать. Заносит тем, кто может отжать у него. Работает только тогда, когда, как с куста, и не надо напрягаться. В остальное время морально уничтожает лохов, которые работают на него. Семки уже не употребляет, зато разбирается в вине и ресторанах. Знает, где сейчас модно. Придерживается понятий своей стаи. Не высовывается, любит Путина. Путину на него плевать. Придерживается установленных большими стаями понятий, чтобы не грохнули. Да, вот, обосновался. Да я вон вижу, мозоль-то наел. А у меня здесь мозги, что в голову не влезли. Гопник-государственник. Отличительная черта. Плевать хотел на тех, кто ниже рангом, и на ту, у кого сколько бабла, если нет звезд на погонах. Предпочитает силовые структуры, потому что там можно не работать, а нагибать. Ну или органы управления. Тем и питается. Отлично разбирается в лохах и гопниках поменьше. Регулярно напоминает им, где их место. Работаю эскалаторщиком. Можете, есть возможность предложить мне что-то посерьезнее? Вообще не вопрос сам, сон. Поцелуй меня, б***ь. Считает, что государство — это и есть стая. Путина обожает. Путину на него плевать. Но через раз и четком соответствии с табелем о рангах. Придерживается ГБшных понятий. Подставь ближнего, чтобы дальний не приблизился и не подставил тебя. Я так думаю... Андрей Игоревич! Здравствуйте. 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 Копник-политик. Отличительная черта. Плевать хотел на всех, кто не единая Россия. Семечки ест, если необходимо быть ближе к народу. Покупают семки его пиар-специалисты. Пиар-специалисты семечки не щелкают и в них не разбираются. Поэтому покупают все время какую-то гадость. Простите, а Люба, это кто? Работает как Папа Карло, перед выборами и при распиле бабла. Кормится гопник-политик с гопников-бизнесменов. Подкармливает гопников-государственников. Народ лох. Поэтому предвыборные обещания всегда рассчитаны на лоха. Стоя у него сомнительная, готова всегда кинуть. Поэтому Путина любит, обожает и облизывает. Путину на него плевать, но в строгой иерархии партийных списков. Поэтому больше всего достается карликовому маминому террористу Медведеву. Понятие одно – помнить, с чьей руки кормишься. Особенно я хотел поблагодарить Эммануила Гедоновича, который первым разглядел за мне талант политика. И харизму! Чего ты такие слова несешь? Это наш будущий губернатор. Гопник-олигарх. Отличительная черта. Плевать хотел на всех, кто ниже в списке Форбс и не входит в близкий круг главного гопника. Если он ест семечки, то это становится трендом. Может не работать. Мутит схемы, контролирует процессы, заносит долю. А это утомляет. Поэтому подолгу, бурно и часто отдыхает. Робби Медлим все равно вкус на меня. Его стая смотрит ему взад. Потому что он в этот момент смотрит Путину в рот. Путин относится к гопникам-олигархам хорошо. Иногда пощипывает для профилактики, но тут же бросает косточку. Тем, кто надежнее, достается сахарное. Без понятий. Особенно, как спрыгнуть сейчас из России по-тихому. Эх, Гриша. За что я был в тебе такой влюбленный? Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Телегопник. Отличительная особенность. Плевать хотел на всех, кто не платит. Питается с рук хозяина канала, на котором работает. Если там скажут, то будет щелкать семки в прямом эфире в понедельник. А уже во вторник распинать всех щелкающих семки, как предателей. Дипломат вылезает и говорит, не, не, ну мы, конечно, переостановили участие, но мы не будем. Ты кто? Ты кто? Его стая – зрители. Но плевать он на них хотел. Как и на понятия. Не плевать только на виллы, дома и другую элитную недвижимость. Если ее отберут, будет тоже плевать, но уже ядом. Путина любит показательно, строго самозабвенно. Путину телегопники нужны, поэтому поощряет. Если же вдруг появится какой-то новый, то старых спишет. Ему же плевать, кто будет нести бред. Незаменимых людей нет. Так постепенно сформировалось отношение к остальной, большей части населения РФ. Строго по-пацански. Вышел на протест, и вот уже знакомая фраза «Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар» превращается в разгон ОМОНом и Росгвардией. А чем мы его спросили? Стави за части! Опа! А ты че предъявить мне хочешь? Ну так ты обзавись сначала! Краткое содержание закона о дискредитации вооруженных сил РФ со всеми правками. И о 15 годах за то, что зэка в Вагнере назвал зэком. А что? Терпилы хавают. В смысле, народ воспринял с пониманием. За убийство по Российскому уголовному кодексу, за простое убийство без отягчающих обстоятельств, влагается наказание от 6 до 15 лет. И это срок, который человек получил за слова. Слышь, ну ты в натуре определись, пацан ты или не пацан. И вот уже толпы мобилизованных едут умирать в полях Украины. По мнению гопников-чиновников, лох не мамонт, весь не вымрет. Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу, слава УДВ. Порою, что солдат. Сейчас стало как-то сложно с деньгами. Поэтому кроме налогов и типа добровольных взносов с населения нужно немного потрусить бизнес. Так что, братишка, есть чё помелочи-то? Найди, что ли? Попрыгай там. Я думаю, что 200 рублей, 500 рублей могут спасти гиганты мысли. Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганты мысли? Я полагаю, что торг здесь неуместен. И гопники от бизнеса покорно отдают, прекрасно понимая, что следующим аргументом будет такое им знакомое, а если найду? Потому что тогда точно заберут всё. Нет, то, что рано или поздно заберут всё, уже никто не сомневается. Надеются, что пронесёт. Тем более, что дяденька заграничный полицейский уже практически стучится в дверь коммунальной квартиры под названием «Россия», чтобы арестовать и посадить самого главного гопника на районе. Во внешней политике школа питерских подворотен тоже отложила свой отпечаток. Россия решила покинуть пассе, что в переводе звучит «Валим отсюда, пацаны, здесь вообще не то». На все аргументы партнёров о войне и преступлениях Российской Федерации главный гопник-дипломат вопит. «Я чуткий пацан, я по жизни в теме, понял?» И гривой машет. Другой, не менее приблотнённый, который передаёт волю главного, всё чаще скулит о переговорах. Что-что, а момент, когда будут бить, гопники тем местом, где спина теряет своё благородное название, чувствуют. У него чуть ли не срывается. Западло с нормальными пацанами побазарить. Россия всегда была готова решать проблему причём переговоров. И президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность. Самый главный же из них, уже понимая, что не на того напал и что выхватывать придётся от всего двора, решается на последний рывок, который должен доказать, что он дурак и с ним лучше не связываться. Собираетесь по беспределу наехать? На боевую службу выйдет фрегат-адмирал флота Советского Союза «Горшков» с новейшими, ещё раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире, гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон». Вот только не понимает ни он, ни его стая таких же гопников разных мастей, что цивилизованный мир, он, конечно, интеллигентен и аккуратен в выборе выражений, толерантен и сдержан. Только это не проявление слабости, а элементарная воспитанность. И то, что в руке у него футляр со скрипочкой, а не бита, ещё не гарантирует того, что можно рассчитывать на победу наглостью и грубой силой. Мало ли, что там в футляре. Россияне по-прежнему продолжают проталкивать свой замшелый миф о каком-то русском мире, какой-то уникальной русской культуре и что-то там о загадочности русской души. Хотя всем видно, что культура эта уже давно не Пушкин и Достоевский, а музыка не Чайковский. Шансон, бульварная чтива и гопота в дорогих костюмах от мировых брендов, которые исповедуют тотальное насилие. Так выглядит путинский русский мир. И если бы Бункерный прочитал в своей жизни, кроме Колобка, хотя бы одно произведение того же Достоевского, то точно понимал бы, что за преступлением всегда неизбежно идёт наказание. Вы придурки, нет? Нахрена им нас принимать? Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки. Я решил лизнуть американцев в одно место. Что такое серьезное? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!